В Нур-Султане начали вакцинацию китайским Хаят-Вакс. 7 тысяч доз уже поступили в поликлинике главного города страны. Получить его может любой желающий, однако особым спросом препарат пока не пользуется. Три вакцины на выбор с сегодняшнего дня есть и у жителей Жамбылской области. Правда, там первыми на очереди стоят работники крупных предприятий. Продолжается вакцинация и среди алматинцев. Наши корреспонденты готовы рассказать, как проходит прививочная кампания на местах. Массовая вакцинация шагает по Казахстану вот уже третий месяц в столицу. Как и положено, препараты поступают без серьезных задержек. По крайней мере, никаких инцидентов с нехваткой в главном городе страны. В отличие от многих других, пока не замечено. В конце апреля, сразу после презентации, в поликлиниках для всех астанчан стал доступен отечественный Казвак. Ну а сегодня можно привиться и китайским Хаятваксом. Правда, пока дебютная партия вакцины, произведенной в Арабских Эмиратах, особой популярностью среди населения не пользуется. Сама процедура вакцинации ничем не отличается от знакомого всем процесса. Вначале анкетные данные и осмотр терапевтом. Следом идет укол. Делают прививку в два этапа с перерывом в 21 день. Вакцина из Синафарм Хаят жители смогут вакцинироваться только в медицинских организациях, то есть в организациях ПМСП. Данная организация указана на нашем сайте. То есть, так же, как и Казвак, его можно будет получить только при поликлиниках, в медучреждениях. Прививку спутниковей можно получить как в поликлиниках, так и в ТРЦ. Прививать отечественной или китайской вакциной вне стен больниц местные власти пока не планируют. Всего на миллионный город выделили чуть больше 7 тысяч Хаят вакса. Однако отдельного учета граждан, которые прошли иммунизацию тем или иным препаратом, врачи не ведут. Согласно общей статистике, ежедневно у нас вакцинируется 8 тысяч человек. Всего же уколы первым компонентом получили 122 тысячи астанчан. При этом мобильные прививочные кабинеты в столице расширяют свою географию. Если раньше вакцины получали только в торговых центрах на Левом берегу, то теперь к ним присоединились и две точки на центральном рынке. Полным ходом вакцинация идет и в Алматы. К примеру, туда китайских препаратов доставили в два раза больше, чем в столицу. В Алматы доставили 15 тысяч доз китайской вакцины. Привиться ей могут все желающие. В этот центр первичной медико-санитарной помощи привезли 200 штук Хаят вакса. 10 из них уже использованы. Для производства препарата используется проверенная технология. Вирус убивают, но при этом способность вырабатывать в организме защитные антитела сохраняется. Врачи говорят, чаще всего люди спрашивают о побочных эффектах. Спрашивают, как она переносится в основном, какие могут быть последствия после вакцинации. Вакцина инактивированная. Считается, что эта вакцина очень адаптирована для создания хорошего иммунитета. Пол миллилитра рассчитана на однократное введение, получение дозы. Хранится она в условиях холодильника при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. В этом прививочном пункте ажиотажа сегодня нет. Те, кто первыми получил китайскую вакцину, говорят, после укола чувствуют себя хорошо. Слышала, что завезли новую вакцину и все о ней хорошо отзываются. В связи с этим решила выбрать эту вакцину. Считаю это необходимым в нынешней ситуации. В этом прививочном пункте каждый желающий может сам выбрать вакцину. Еще есть российский спутник ВИИ и казахстанский Казвак. Всего в городе уже привилось больше 238 тысяч человек. Китайский Хайатвакс пока получили 240 алматинцев. В Жамбылской области теперь тоже прививают тремя вакцинами на выбор. В регион завезли арабско-китайский Хайатвакс. 11 тысяч доз вакцин распределили по всем пунктам. Но главными получателями вакцины стали все-таки работники крупных компаний. Железнодорожники, работники Казахпочты и Казахтелеком уже привились. Часть привились уже спутникам, часть привились уже отечественной вакциной. И сегодня есть у них возможность привиться и арабской вакциной. Мы стартуем в следе железнодорожников. И во главе, в качестве примера, руководитель этого учреждения сам будет прививаться первым. Эпидемиологи уверяют, что арабско-китайская вакцина тоже имеет спрос среди населения. Только за сегодня прививку получили 243 человека. О побочных эффектах пока никто не заявлял. На данный момент каких-то побочных эффектов или симптомов пока не наблюдаю. Я уже сижу где-то около 20 минут. Китайская медицина, она же всемирно признана всеми. Поэтому я не думаю, что данная вакцина имеет какие-то недоработки. Медики между тем напоминают, что привиться можно и в выходные дни. И обращают внимание, что первого компонента спутника в регионе осталось 12 тысяч доз. А Козвака всего два десятка. Репортеры КТК рассказали о начале вакцинации арабско-китайским препаратом.